Детская мечта В Анапе открыли обновленный лагерь Самое важное, чтобы мои истории пробуждали в дети какие-то добрые чувства Будущий бестселлер В библиотеках Пурорта появилась новая книга анапского писателя Причина развития рака легкого разделяется на внутренние и внешние Здоровье под контролем На Кубани проходит неделя профилактики рака легких Депутаты единогласно утвердили состав молодежного парламента при Совете Анапы Он начинает свою работу с сегодняшнего дня Вопросы его создания обсудили на очередной сессии под председательством Леонида Красноруцкого В заседании также приняли участие мэр Анапы Василий Швец Анапский межрайонный прокурор Сергей Чекаров Депутаты ЗСК Алексей Аксенов и Николай Морарь В этот раз на очередной 47-й сессии Совета присутствовали не только депутаты и сотрудники мэрии Но и приглашенные гости Это молодые анапчане, зарекомендовавшие себя в различных сферах Студенты, волонтеры, специалисты ведущих предприятий, активисты Именно они вошли в состав сформированного на нашем курорте молодежного парламента Во-первых, ребята, я вас всех поздравляю с тем, что вы вошли в число именно тех ребят, которые подостойны и чести, и теперь уже ответственности быть в молодежном парламенте Потому что работа будет у вас активна, работы будет немало Самое главное теперь, как вы будете отрабатывать тот фронт и те задания, которые будут ложиться на вас, как на молодежный парламент Работы, еще раз повторюсь, будут много, она интересна Но самое главное здесь еще и от вас должна быть постоянная инициатива Инициатива на изменения, инициатива на созидание Инициатива в том числе на замечания, на критику Если что-то замечаете, критикуете, соответственно предлагаете Где-то даже принимаете участие, как и что корректировать и менять вокруг себя Молодежный парламент начинает свою работу на курорте с сегодняшнего дня Депутаты единогласно утвердили его состав Теперь молодые активисты смогут влиять на пути развития Анапы в различных направлениях Предлагая свои инициативы Вы, каждый на своем предприятии, в своем окружении должны стать лидерами Мы, безусловно, закрепим наставников за вами Наши депутаты, я уверен, каждый отзовутся И станут для вас такими помощниками где-то, где-то подсказчиками Но мы очень рассчитываем, что наш молодежный парламент Вот в этом составе внесет значимую роль в развитии нашего города Я хочу вас поздравить и пожелать вам успеха Также на сессии были рассмотрены предложения по внесению изменений в ряд муниципальных программ Особое внимание Анапский межрайонный прокурор акцентировал на необходимости Усиления безопасности в образовательных учреждениях Мы эту тему поднимаем, мы эту тему держим на контроле Прежде всего у нас душа, у меня прежде всего болит душа и сердце Почему? Потому что мы должны к первому сентябрю максимально, Василий Александрович Ильин Павлович Должны обеспечить то, чтобы у нас дети пришли туда в безопасных условиях Спасибо, что эта работа ведется Уверен, что мы максимально в этот период времени, в летний сезон Сделаем все для того, чтобы к первому сентябрю наши детки пошли в школы При условиях обеспечения и антитеррористической защищенности, и противопожарной, и санэпидемии безопасности, и дорожной Кроме того, депутаты единогласно поддержали проекты по внесению изменений в бюджет Анапы на 2023 год И плановый период 2024 и 2025 годов, и в ряд нормативных актов Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион В Анапе открыли обновленный лагерь юбилейный Накануне в отреставрированной здравнице дали старт первой детской смене В торжественной церемонии приняли участие мэр Анапы Василий Швец Председатель совета Леонид Красноруцкий и инвестор Василий Димоев О долгожданном событии расскажет мой коллега Никита Васюхин Десять городов, вернее отрядов, республики юбилейный построены на центральной площади Каждый из ребят в ожидании главного события Спустя более чем 10 лет, в свой 50-й день рождения, лагерь вновь открывает двери для юных гостей со всей России Первую лагерную смену республики юбилейный считать открытой Для нас это большая радость, для всего нашего города Для нас это большая гордость Конечно, я здесь хочу сказать слова огромной благодарности, Василий Николаевич, вам и всей вашей команде За то, что вы воссоздаете, реновируете и ревитализируете, заново вдохновляете в жизнь В те некогда утратившие свое существование детские санатории Здания получили новую жизнь благодаря всесторонней поддержке мэрии, курорта и добросовестным предпринимателям Работа была проведена действительно большая Например, вот так выглядели объекты лагеря год назад Сегодня на земельном участке общей площади 10 гектаров капитально отремонтировали всю инфраструктуру И все это с одной лишь целью – дарить положительные эмоции тысячам девчонок и мальчишек со всей страны В нашей стране сегодня, в нашем городе создаются все условия для того, чтобы подрастающее поколение чувствовало себя по-настоящему свободным, по-настоящему нужным Потому что за вами, ребята, за вами, прежде всего, первыми ребятами, которые приехали в этот лагерь, будущее, будущее нашей великой державы Вам, ребята, я хочу пожелать, чтобы вы действительно чувствовали себя как дома Чтобы вы нашли здесь замечательных, настоящих друзей Ну и, конечно же, возвращаясь домой, чтобы вы привозили это тепло, которое дарит нам Анапа Кроме работ по реконструкции, на территории лагеря разместили новые спортивные объекты для игры в баскетбол, волейбол и футбол А для проведения культурно-массовых мероприятий построили амфитеатр на 500 посадочных мест Все супер, я приехала с подругами, здесь вообще классно Это мой третий лагерь, это просто супер, я очень рада Вот именно в таком масштабном лагере я первый раз Все очень круто, мне нравится Мне очень нравится, здесь все такое новое И вообще вожатые классы, ну вот, все классно В лагере трудятся квалифицированные педагоги и вожатые Для детей разработана обширная культурно-развлекательная программа Работают кружки по интересам, проводятся различные экскурсии и мастер-классы С ребятами мы занимаемся, ну, мы творческая деятельность у нас присутствует Мы пытаемся развить их коммуникативные навыки, социализируем ребят, чтобы они находили как можно больше новых друзей, знакомились с большим количеством ровесников Мне на самом деле все нравится, все очень энергично, все очень масштабно происходит Очень много разных активностей для ребят происходит, вот, ну, очень вкусно кормят Организация питания – один из главных факторов оздоровления детей в лагере Для этого в юбилейном функционирует отдельная двухэтажная столовая Пятиразовое питание с разнообразным рационом уже успела оценить и главный санитарный врач Анапы Лариса Медведева На ужин детям идет два вида салатов, дол юбилейном, нарезка, огурчик, помидорку уже я скушала Картошка тушеная с мясом и гречка, и рыбка Ассортимент огромнейший, выбор прекрасный Всего в первую смену в обновленном лагере отдохнут более 300 детей А за все лето оздоровятся около полутора тысяч ребят В будущем инфраструктура юбилейного получит дальнейшее развитие На территории планируют разместить 50-метровый бассейн и создать культурный центр Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа-регион В библиотеках курорта появилась новая книга анапского писателя Подарок читателям сделал депутат ЗСК Николай Морарь Сегодня он вместе с поэтом Сергеем Левиным лично встретился и пообщался с ценителями литературных произведений автора Подробнее об этом в нашем репортаже Свою писательскую деятельность Сергей Левин начал еще в студенческие годы Знаменитый анапский автор в первую очередь известен своими стихами и детской прозой За 20 с лишним лет из-под руки писателя вышли 16 произведений На последнее из них у Сергея Левина ушло 2,5 года И вот сегодня его стенд в центральной библиотеке курорта пополнился книгой под названием «Сказки из лесов кубанских» Для меня, как для писателя детского и в первую очередь даже семейного, самое важное, чтобы мои истории пробуждали в детях какие-то добрые чувства Чтобы они были наполнены теплым мягким юмором, чтобы они были не только развлекательны, но и познавательны, чтобы читать их было увлекательно Новая книга писателя состоит из 15 сказочных историй, которые знакомят детей и взрослых с флорой и фауной Краснодарского края Яркое дополнение к работе к ЮАР-коду, изображенные прямо на страницах По ним читатель с помощью смартфона может узнать дополнительную информацию о зверях Своей главной задачей Сергей Александрович считает возвращение в жизнь человека домашней библиотеки Идею поэта уже не впервые поддерживает Николай Марарь Депутат ЗСК в очередной раз подарил новые печатные издания библиотекам-курортам Это на самом деле мой большой друг, писатель Я считаю, что культура, она должна быть в принципе превознесена на определенный уровень в нашем городе Для того, чтобы дети обогащались этим Такие традиции добрые, которые вот сегодня мы с вами наблюдаем И в принципе до этого мы уже не раз дарили книги библиотеке, будем их продолжать На встрече с детьми в центральной библиотеке Сергей Левин не просто рассказал о своем литературном произведении А прочитал юным слушателям несколько историй из книги После чего ответил на все интересующие вопросы ребят Я часто встречаюсь и в библиотеках, и в детскадах даже, и в школах И идет такой взаимообмен То есть я дарю свое творчество, свои выступления Дети дарят мне эмоции, дарят вопросы, иногда даже идеи И вот мы так вот взаимодействуем, и я как бы отдавая, я сам наполняюсь другими силами для новых свершений, для новых книг Теперь в распоряжении анапских библиотек 40 экземпляров сказок из лесов кубанских Безусловно, мы начинаем читать еще с самого детства Нам читает мама сказки, потом мы учимся в школе, потом в университете Мы все время читаем, и очень важно, чтобы мы именно хорошую литературу читали А в книгах Сергея Александровича есть интересные факты о нашем крае Там тропинки, по которым ходишь и ты тоже Там море, в котором ты тоже купаешься Там узнаваемые места, которые мы все посещаем И это здорово, через его книги дети и взрослые знакомятся именно с нашим краем 8 июля, в День семьи, любви и верности, Сергей Левин презентует свое произведение на Пушкинской площади в Краснодаре А уже через неделю, 15 числа, книга будет представлена в Анапском городском театре Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа-регион В смене подвели итоги семинара-совещания для участников федерального проекта «Профессионалитет» Мероприятие объединило свыше 100 специалистов организации СПО, занимающихся воспитательной работой из 20 регионов России В течение двух дней они прокачивали навыки, посещали лекции, где спикерами выступали эксперты из крупных образовательных учреждений Также участники семинара узнали, как создать комфортную инклюзивную среду в колледже Организовать медиасопровождение работы, вести профилактику зависимости от информационных угроз у студентов И сами проработали одно из таких мероприятий В финале образовательной программы они получили удостоверение о повышении квалификации С 26 июня по 2 июля на Кубани проходит неделя профилактики рака легких Данное заболевание занимает первое место в России по смертности у мужчин и женщин Курение является причиной развития более 22 злокачественных нам образований и увеличивает риск развития рака дыхательных путей более чем в 15 раз При выявлении на первой стадии шансы излечения составляют 80%, на второй – 50% О симптомах, факторах риска и профилактике этого заболевания нам рассказала врач-пульманолог городской больницы города-курорта Анапы Марьяна Цыганкова Причина развития рака легкого разделяется на внутренние и внешние К внутренним причинам относится, конечно, наследственность Но что такое наследственность? Это прямые родственники, которые заболели или умерли от рака Таким людям, у которых есть такие родственники, нужно обязательно ежегодно уделять внимание своему здоровью проходить диспансеризацию, в том числе флюорографию или ежегодное рентгенологическое исследование К внешним факторам развития рака легкого относятся, в первую очередь, курение И, во вторую, работа в неблагоприятных условиях Моей первейшим симптомом является кашель Но тут вот такой момент, что курильщик и так кашель постоянно Но, тем не менее, это мучительный кашель Особенно с появлением примеси крови При выделении мокроты И в этом случае, конечно, нужно сразу обратиться к врачу При появлении каких-то именно кровохарканья И, помимо этого, основным симптомом является отдышка То есть человек становится вялый, меньше справляется с физической нагрузкой Плохой сон появляется, снижение массы тела Если пациент уже столкнулся с такой проблемой И возникла, уже этот диагноз возник То не надо прятаться, не надо бояться Нужно обращаться к специалистам Потому что в нашем крае очень развита служба Первичной диагностики онкологических заболеваний Тем более рака легкого И отлажена система маршрутизации пациентов То есть мы выявляем, направляем в краевые учреждения Ежегодно к нам возвращаются пролеченные пациенты Дальше их продолжаем наблюдать В частности, у меня много таких пациентов Которые перенесли даже операции по этому поводу Но, однако, продолжают жить И, в общем-то, это не приговор Для профилактики Введение здорового образа жизни Дыхательная гимнастика Употребление достаточного количества витаминов Избегать пребывания во вредных условиях И, в общем-то, и все И регулярно проходить обследование Чем раньше человек начинает курить Тем он больше приближает Эти печальные последствия Поэтому, конечно, надо очень задуматься над тем Кто еще не начал курить Либо кто уже в этой привычке находится Насколько она вредна, опасна И можно обязательно этот вопрос решить Пока не стало поздно Напомню, все выпуски новостей Можно найти на сайте anaparegion.ru А также на наших страницах в социальных сетях А я прощаюсь с вами Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова